Добрый день уважаемые коллеги. Алло, слышно? Слышно? Я вас приветствую. Компания Комплекс Агро работает с 2008 года. На сегодняшний день это порядка 300 с лишним сотрудников. Мы работаем в сегменте инновационной техники. Каждый год мы привносим что-то новое в этот рынок. И будь то идея использования сжиженного газа для сушки зерна, будь то использование жидких удобрений и всего целого набора инструментов, в том числе прицеп, который представлен на выставке. Это наша разработка, она запатентована на сегодняшний день. У нас есть много последователей в этом отношении. Поэтому нынешние реалии, они для нас открывают на самом деле огромные возможности. И мы рассматриваем это как, скажем так, невероятную возможность реализоваться и развиваться дальше. Единственное, что сейчас не совсем комфортно, это высокий, точнее, скажем так, сильный рубль. Он нас начинает сталкивать с конкурентами, с импортными. И в этом мы усматриваем некоторые проблемы. То, что касается компонентов и импортозамещения и всего остального, мы вопросы в целом решили. Что-то мы начали сами производить, что-то начали брать в Китае, в других странах. В том числе и Соединенные Штаты начали, как ни странно, поставки некоторых вещей. Даже Соединенные Штаты? Да. А, коллеги, а кому Соединенные Штаты что-то поставляют? Можете сказать? Вы единственны? Ну, я вам скажу просто, вот, например, три последних станка с ЧПУ, ХААСовские, которые пришли. Они стоят еще в упаковке у нас на базе. Они уже вышли в санкционное время. Мы их провезли через Финляндию. Пятиосевой обрабатывающий центр еще один пришел. Из Финляндию тоже, заметьте виду. И сейчас еще один ХААС плывет. То есть у нас пять станков добавляется в парк. Сегодня у нас 19 ЧПУ станков, ХААС, всевозможные пятиосевые обрабатывающие центры, фрезерный парк. Ну, очень интересное оборудование. Лазеров пять штук уже оборудование идет. Проблема с немецкими станками, с трумфами, например. У нас лазер простоял практически месяц из-за какого-то конденсатора несчастного. Мы его не могли завести. Просто там уже через задний проход, как говорится, завезли. Ну, были проблемы. Поэтому возможности невероятные. И сейчас мы сталкиваемся с той проблемой, что у нас нехватка производственных площадей и нехватка оборудования. С оборудованием вопрос в том, что, допустим, последняя пятиосевка, мы ее заказали еще в прошлом году, в июне. По сроку поставки год. Вот как бы мы не хотели тут шагнуть и завоевать эти ниши свободные, да, и все остальное, нас тормозит оборудование. Следующее, что нас тормозит, производственные площади. Мы уже от безысходности скупаем с торгов все самое бросовое. Вот последнюю базу приобрели на космонавтов, на мясокомбинате. От изумрудки последний кусок там отвалился. Но это Сталинград натуральный. То есть сносим заново практически до нуля и собираем обратно. Кровля, стены, ну, полностью все. Это огромная затрата и время. Например, для нас было бы очень интересно увидеть какую-то площадку в черте города, да, в которой было бы нарезаны участки размером определенным и подведены коммуникации. С коммуникациями тоже проблема. У нас сейчас два гектара еще дополнительно. Это седьмая наша производственная площадка. Уже семь площадок. Да. В общем, городу нужен технопарк свой Барнаул. Как в Рубцовске? Сейчас стоит вопрос о строительстве 13 тысяч квадратов цеха дополнительного. И мы на этапе экспертизы проектной документации. Так мы воткнулись во все, что можно. Кадастровые вопросы. Там кусочек заступал за красную линию. Мы воткнулись в коммуникации по воде, по водоотведению. С электричеством там решаем тоже невероятными усилиями ценой. Это все очень сильно тормозит. Участок мы купили в прошлом году и расчистили его в сентябре. Мы до сих пор еще экспертизу не сделали. А разрешения на строительство еще нет. То есть я правильно услышал, что вам сейчас нужна площадка в 13 тысяч квадратных метров? Ну мы ее уже строим, можно сказать. А, все-таки строить. Да, мы там будем строить в любом случае. Поэтому нам очень площади нужны. То есть сейчас мы занимаем порядка 25 тысяч квадратов. Но если нам сейчас те направления, которые мы новые привозим в рынок, нам нужно еще минимум 25. Поэтому это вопрос в том, что эти 13 тоже не решат нашу проблему. Нам нужно дальше двигаться. Тем более с учетом того, что мы запускаем новые направления. Это, например, сейчас как раз в стадии создания наш строительный альянс так называемый. То есть пришло время навести порядок стройки. Мы можем производить много сушилок. Мы производим 250 штук в год. Мы номер один в России. То есть промышленники идут в стройку, да? Ну это не стройка. Это, скажем так, инструмент, который нам позволит навести порядок стройки и продавать больше и по всей стране. Это очень интересная идея. Она у меня пришла с конференции с Москвы. Это Росатом так делает. Они заходят на объект в составе альянса. Там финансовые учреждения. Вот сейчас мы сегодня подписали два соглашения с Россельхозбанком и с Сбербанком. Они будут финансировать эти проекты. Туда входит проектная организация. Туда входим мы как поставщики оборудования. И туда будут входить строители. Причем строителей мы будем сами аттестовывать по навыкам, по оснащенности, по умению работать с проектной документацией. И в составе этого альянса мы будем в одном окне решать вопрос от разрешения на строительство и до введения в эксплуатацию и постановки в реестр РАПО. Всю историю с Ростехнадзором все прекрасно знают. В прошлый год там более 22 приостановок по суду. И поэтому сейчас строить уже без, скажем так, разрешения, без проекта, эта история очень неинтересная и к тому же дорогая. Сейчас Мехток все строят пальцем в небо. Ни один Мехток не узаконен по-нормальному. Ну может быть парочка. Поэтому создание этого альянса позволит нам в одном месте решить все вопросы. Служба так называемого одного окна. Ну и у нас появляется возможность масштабировать его на всей стране. То есть мы заходим в другой регион, у нас есть проектная документация, у нас есть типовые решения. Мы просто аттестовываем местного строителя, заводим его в нашу группу и поставляем его оборудование. И можем масштабировать это во все регионы. И у нас сейчас, скажем так, если мы сегодня в крае номер один в отрасли по данным СБИС, да, по выручке, то в России мы номер десятый по данным Роспецмаша. И я думаю, в течение пяти лет мы должны в троечку войти. Планы есть? Сильные планы. Вот запомните компанию «Комплекс Агро», которая в ближайшее время будет в тройке самых крупных предприятий сельхозмашностроения России. Ну и вот эта идея, когда продается не просто оборудование, а продается сразу под ключ технология, по сути, мне кажется, очень перспективная, интересная и замечательная. Еще маленький комментарий. То есть мы вот отработали это решение уже вместе с группой компаний «Гаркунов». Мы для них строим два объекта сейчас. И мы сделали типовое заводское решение завальной ямы. Это не чисто болтовая сборка, а это изготовленное изделие в 3D-модели, разрезанное для транспортировки. Ее на предболтовое соединение собирают, монтируют и потом проваривают. То же самое мы делаем для блоков бункеров вместе с ограждающими конструкциями. И это оборудование позволит ускорить монтаж практически в два раза. То есть в полях уже никто болгаркой резать не будет, варить тоже не будет. Приехали, собрали, проварили, смонтировали. Все, точка. И это дело будет сонуждаться паспортами, это будет серийными номерами, это пойдет все в льготное финансирование по линии Россельхозбанка и Сбербанка. То есть можно будет практически весь мехток и все элеваторное оборудование запустить в льготку. Ну то есть вот все к технологиям, к технологическим цепочкам идет. И я думаю, что это хорошая история, которая служит всем примером здесь сидящим, вдохновляет, хочется двигаться вперед.